Сейчас у нас тут запрос идет от Истринской подстанции, транзидорная ишемическая атака. Сейчас будем запрашивать место. Еще в начале мая бригадам скорой помощи приходилось самим прямо на вызове искать для пациента место в стационаре. Обзвон медучреждения отнимал немало сил и главное времени. Сейчас на данный момент 8.54, Нарафаминская бригада номер один, запросили наряд на госпитализацию уже непосредственно в Нарафаминскую больницу с пониманием. Анне Скворцовой и Дине Шатровской ближайшие сутки предстоит направлять бригады в стационары. У них на руках вся информация о свободных местах в медучреждениях и о состоянии пациента. Фельдшеры точно знают, где примут больных с COVID-19, а где с другой патологией. Им известны даже детали. Оснащена ли койка кислородом или, например, можно ли сделать в медучреждении КТ пациенту с лишним весом. Бригада связывается с нами через телеграмм. Все данные пациента передаются. Диагноз и фамилия, имя, отчество, объективные данные. И мы уже по состоянию пациента, по степени тяжести пациента, по нозологии ищем место для госпитализации. Отдел госпитализации на Одинцовской подстанции скорой помощи заработал 16 мая. Маршрутизацией пациентов здесь занимаются три врача и шесть фельдшеров. График работы сутки двое. Самый пик распространения коронавирусной инфекции – одномоментно специалистам приходилось обрабатывать до ста вызовов. Мы можем профиль койки выбрать. Сегодня много свободных койков? Да, сегодня достаточно. Пандемия пошла на спад, говорят сотрудники скорой. Число вызовов снижается, свободных мест в стационарах с каждым днем все больше. Но полностью снимать действующие в регионе ограничения еще рано. Ошибки, допущенные сейчас, могут слишком дорого стоить в дальнейшем. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.